Всем привет, вы находитесь на канале FastGuardTV, мы с вами продолжаем The Forgotten City, и в прошлый раз мы прошли игру, чисто технически, мы выполнили точку отсчета, создали парадокс, но это была самая простая, самая неинтересная, самая скучная концовка, которая есть просто чтобы быть, и скрижаль, свершивший грех погубит всех, мне нужны скрижали. Нам нужен новый магистрат, нам нужен где, блин, галерий, нужно эти галерии сказать, чтобы он баллотировался, без проблем, чтобы он баллотировался в местные мэры магистрата, это нам позволит, во-первых, он самый адекватный из всех людей, которые есть, с этой поговорить надо все еще, наверное, как-нибудь позже. И что? И дальше мы получим скрижаль, мы получим ключ, и мы сможем найти Сентилу, мы сможем свободно к ней ходить, попробовать пройти вторую концовку, где некоторые люди все равно умрут, но где мы просто очень активно будем убегать, и все подготовим, в итоге все, кроме Сентия, по идее должны будут уйти. Галерии. Сейчас ты будешь меня спрашивать, наверное, про циклы. Да, все сработало, я все знаю, и я переживаю один... Я не могу сейчас говорить, и ты, наверное, да, пошлешь меня в задницу. Так, ты изобрел его, хорошо. Что тебе нужно? Цветок. У меня уже есть нужный цветок. Предметы, оказывается, остаются у меня, это хорошо. Что плохого может произойти? Отпусти. Так, смотри. Ты бы не хотел стать магистратом? Сентиник, когда на это не пойдет, Милеол... Милеол снял свою кандидатуру с выборов. Отлично. Об остальном мы его уже спрашивали, так, и что теперь? Понять, как добиться избрания Галерия, нужно по пульсу... Так, поехали. Ну я же всем помог, вас я избавил, просто проголосуй за него. Суицидники мои, вы будете моими голосами. За кого будешь голосовать? За Милеолу невозможно голосовать. Что насчет Галерия? В смысле? Я тебя спас! Все хорошо, парень. Я спас тебя от суицида, я помог... Что? Так, ну охранники точно будут за Сентия голосовать. Торговцев надо убедить. Поэтому ты гуляешь, да? А, ты не будешь... А, ты же женщина, извиняюсь. Я, да, забыл. Мужики только нужны, простите. Георгий! Все, знаю, да. Кстати говоря, я ищу Хабаша, говорят, ты последний, кто его видел. Доверься мне, сам ведь сказал, нам иностранцам надо держаться вместе. И в чем проблема? Понятия не имею. Это старик. По старика он говорит. Но старик не Хабаш. Тогда я пойду в хромзиметр сам. Я не думаю, что ты должен обрабатывать это, мой друг. Это будет бросить мою сердце, чтобы быть responsable для двух людей, чтобы исчезать. Парс, я там был уже. А можно еще вопрос? Не-не-не, пока нет, подожди. Голосовать за кого будешь? Во! Все, отлично. Вопросов больше нет. Так, за галерией есть один голос. Этого ублюдка было бы тоже неплохо как-то убедить. Если расскажу, не поверишь. Не-не-не-не-не. А за сколько? 15 тысяч долларов. Он не продается. За кого будешь голосовать? Мне бы хотелось, чтобы ты проголосовал за галерию. Ну, лук захочет. Как думаешь, подарок мог бы изменить твое мнение? Ты точно знаешь, что это не нарушит золотое правило? У меня нет таких денег. А несколько тысяч это сколько? Хрен с тобой. А сколько у меня вообще? 2 800? Я просто все потратил, но мы с этого цикла больше не будем тратить деньги на суицидников. Поэтому 2 тысячи стабильно остаются моими. А я тут забирал уже, да, деньги? Да. Хорошо. Так, это сколько у нас? 2-2? Вергилий, я тебе помог. А я могу как-то повлиять на твой выбор? Ты сдеваешься, что ли? А как это сделать-то, лол? Руфию я помог. За кого будешь голосовать? Я могу тебя переубедить? Это невозможно. Нет. Охренеть, а если про дочь рассказать? Ага, и кого я могу еще тут спросить? Это буквально лук Дианы и Квитя. Да Митси же будет голосовать точно не за Сентия. А, да? Понятно. Сука, ладно. Так, ну у нас проблемы. А сколько получается? Раз. Два. Три. Против одного. И я вот, главное, голосовать не могу, да? Тоже выбрал женского персонажа. Вообще никаких, блин, нету возможностей на женщине играть. Хотя, наверное, были какие-то. С выборами там ничего сделать нельзя. А, можно провести выборы, типа, прямо сейчас, если я хочу ускорить. Угу, понятно. Грустненько. Пошли к старику сходим. Ну, кстати... Он же не станет. Чтобы ты мог, магистрат, галерий. Понятно. Еще не считается то, что он только баллотируется. Интересно. Это, правда, вопрос с Крижали. Много не то, но... Тем не менее, давайте выясним. Все равно надо было давно с ним поговорить. У нас много новой инфы появилось. Он как раз такой очень... Таинственный мужчина. Чего он хочет, я не знаю. Кстати, дверь тут закрыта. Ну, давай поговорим. Да, на я. Я ищу Крижаль, которую вынули из обелиска. Ага. Плутон, бог подземного мира. Почему бы и нет? Мне нетрудно. Я точно не знаю. Это непростой вопрос. Это правда. Ну, это... Ну, это не уверенно. И правда, ты не один. Ты видишь, там, в мире, быть не уверенным о праве и праве было доступным. Потому что наши ошибки не были последствия. Таким образом, мы говорим львы и обрадимы правила, и превращаем львы, и рационализируем. И, но, еще найдем способ думать о себе как хорошие люди. А кто решает, что хорошо, а что плохо? Есть ли идеально подходящая для любых ситуаций модель нравственного поведения, та, которой можно придерживаться постоянно и постоянно поступать правильно? Не думаю. Думаю, что правильных моральных ценностей не существует. Думаю, что каждый должен решать сам для себя охренеть. Если я сейчас, типа, неправильно отвечу, как он думает, он мне не скажет нифига про скрижель, скажет иди думай еще. Ну, Тайлок, я думаю. Нет, это глупости. Если он считает, что убивать жену правильно, значит он или запутался, или болен. Но тогда это означает, что он не прав и как бы мы сами не решаем. Беру свои слова назад. К чему ты клонишь? А как же не убей? К чему ты думаешь? Да. It is that virtuous people do not need them, and evil people will always find a way around them. And so we must accept our limitations, and the sad truth that no human society will ever achieve the utopia for which it strives. In mathematics, we would call it an asymptote, a line that can be approached but never reached. Because the only way to create a utopia is with the ever-present threat of force, such as the Golden Rule. This, and no other, is the route from which a tyrant springs, when he first appears as a protector. And life under tyranny is no utopia at all. I'm glad to hear that. In any case, thank you for humoring an old man. I would be happy to answer your questions. Raskажи себе. You mean, how did I end up living alone in this cave, with nothing but these relics of the past for company? It's a long story. I was a quarrelsome young man. At 19, I left Corinth for Rome to study rhetoric at one of her finest academies. So I could argue more forcefully. Back then, I used to enjoy verbally sparring with everyone I could, and I was good. One night, I found myself in a tavern in an argument with a drunk mercenary. It became heated, he drew a gladius, and I won the argument, but lost my life. I woke up on the banks of the Styx at a campfire opposite Karen. Of course, I tried to persuade her to let me return, but even with all my skill, I failed. I settled in, made friends, and learned what I could, quickly realizing our little community faced certain death under the golden rule. So I began looking for a place to hide underground. Fortunately, I found this place waiting for me. You see, I was not the first to take refuge here. I returned to my friends above, persuaded them to join me, and twelve of us descended for the last time to live out our days hidden from Hades' tyranny. Ais, you mean Pluton? They are one and the same. The Romans called him Pluto. But long before that, my people called him Hades. Why do you cannot return to the surface? My generation was wiped out, turned to gold, many years ago. My friends and I were able to avoid the same fate by hiding down here. I think it's safe is to assume that if I was to return, Hades would realize that his fury's hadn't finished the job, and he'd send them after me again. Why do you not want to say your name? I fear that if you were to utter my name in the city, even by mistake, that Hades would hear you, and know I am still alive. I'm afraid I am the only one left. There were twelve of us in the beginning. But one by one, my friends passed away. Some from malnutrition, others from madness and despair. It has been lonely. Before my unexpected visit from Kabash some weeks ago, I had not seen another person in many, many years. How did you live here? Living in darkness is not without its challenges. First challenge is diet. Fortunately, I found that eating fresh fish provides most of the nutrients I need. And sometimes, when there are Greek people living up above, I service at night and salvage the offerings they've left in the temple of Demeter. The greater challenge is the isolation. So I like to imagine arguments, where I argue both sides. But like so many things in life, arguments are better with a partner. As you wish. You seek the plaque bearing the Egyptian inscription. Yeah. Yeah. Она. It is a cursed object. And I would be happy to give it to you, if Kabash had not already taken it. I will tell you, but you may find him hostile. To prepare for your encounter, there are certain things you must know. Very few know this, but before the Romans came to this city, it was once entirely Greek. The architecture, the temples, and the people. When the Romans came, in typical fashion, they claimed it as their own. Built over everything that could be built over, and renamed the things that could not. Thus, the shrine of Persephone became the shrine of Proserpina. And when they found an obelisk bearing the name Hades, they tore it off and replaced it with Pluto instead. And the city's dwindling Greek residents, witnessing this compulsive Roman conquest, decided to preserve what they could of their heritage. They gathered their art and valuables, secreted them away through the temple of Demeter, and hid them here, out of reach of the Romans. And what does it have to do with Habash? I'm getting to that. You see, it was among these old Greek relics that I found the thing you seek. And even older plaque, bearing an Egyptian inscription. And even older plaque bearing an Egyptian inscription. We had no idea until years later, when the first of my friends began to die. As a result of their deaths, we began to dig catacombs, branching off from this cavern, to lay them to rest. We extended the tunnel so far that we accidentally discovered another, an even older tunnel, which somebody had gone to great lengths to keep hidden. Suddenly it made sense why there was an out-of-place Egyptian plaque among our people's possessions. You see, we proud Greeks had thought the Romans beasts for stealing and corrupting our heritage. But it turns out this game has been going on much longer than any of us imagined. I think it is best you head through the catacombs and follow Habash's trail. What are there? There are certain things you must see for yourself. Take this key. You need to open the gate. Then I go. I enjoyed our chat. But please, keep my presence here a secret. Yes. commonplace. Those are the secrets of God. The Christian secret. Greek Greek word. The scary denominations in the name of God. Amen. I do not know everything. It is the hell of others. Am I going to stay here? The people of God. The people of God, Does it have one of the one of the 11th of belonging. The people of God. Of whom he survived. The rest of the wojewis. видимо, тоже. Как-то с магистратом пока что не очень удается. Даже если я там выкуплю один голос, это особо ни на что не повлияет. Поэтому давай займемся скрижалью пока. Египетская настольная игра. Дверь закрытая с другой стороны. Кстати, возможно, одна из знакомых нам дверей снаружи. И не уверен сейчас пока где это находится, но хабыши нигде не видно. Тут только все золотые статуи. Нельзя, что ли, направо? Тихо. Не шуметь тут мне. 140 стрел. Давайте, подходите. На всех хватит. Египетская ваза. Тут все египетские артефакты. Как и скрижаль, соответственно. Статуя Акера. Древнеегипетского божества, которое, согласно мифам, защищало от злых духов и провожало умерших в подземный мир. Египетская скрижаль, на которой написано то же самое. Я так понимаю, они хотят этим сказать, что типа не важно, там, какая мифология, какие люди и кто что говорит, всегда боги одни и те же. Типа Аидом, там, считали Плутоном, но это, по сути, одно и то же божество. Ты можешь не... Стоп! Не приди ниже. Ядана, а ты? Я Кабаш. И, давайте я спрашиваю, другой грек или роман пришел в лоте и плундере в остальном месте моих родителей. Я похож на грека или римлянина? Ммм... Траузеры, буты... Кюрио сфер. Нет, я думаю, что ты не делаешь. Тогда что ты хочешь? Я просто ищу египетскую скрижаль. Ммм... К чему концу? Хочу вернуть ее в обелиск. Ммм... Это добро пожаловать новость. Ты реально не грек или роман, а ты? Я планировал вернуться мне сам, но для сейчас я должен оставаться. Здесь, возьмите и восторг уважение Осирису. Осирис властелин тишины. спасибо. Четвертая скрижаль, ты про нее знаешь? Ты можешь ее отдать? Ты можешь ее отдать? Зачем? Потому что она говорит тратерос, бласфемовое ль. какая? Я скажу тебе, но сначала ты знаешь, что это место? Дуат? Дуат? Дуат. See what has become of it I have been down here for weeks Piecing together its story And here is what I have learned As Egypt declined And the Greeks had their turn to flourish Their souls came here in great numbers But instead of adopting our ways They copied and corrupted them When they found the obelisk bearing the name Osiris The true god of the underworld They desecrated it Removing his name and replacing it with Hades Even the ferryman of the dead Known to my people long before as Kerti They renamed to Keron As if that desecration was not enough They built over this place Using it as the foundation for their own underworld So that ours was forgotten Hmm My only solace is that the Greeks then suffered the same fate when the Romans rose to power Renaming Hades to Pluto And the cycle began anew It is inscribed with a script I do not recognize But it is ancient Almost as if it is older than the plaque bearing Osiris' name But if that is so It would imply the gods of Egypt are mere imitations too Copied and corrupted from an ancient people who prospered even before us And that my people did to them what the Greeks and Romans did to us But this I cannot accept I sense a deception Perhaps it is the work of Set The usurper Seeking to undermine Osiris once more You will never know This work of Sacrilege must be destroyed Нет, нет 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 Остановись, она мне нужна Бля Теперь придется за ней спускаться You would plunge into the depths of the Duat with no way back up Madness Посмотрим Сначала хочу задать тебе пару вопросов If it will help you to see reason, then ask Расскажи о себе I am from Rakotis, which you may know as Alexandria The name of the city the Greeks built over it I was a fisherman, like my father before me Since the Romans had taken over from the Greeks I took the opportunity to learn Latin And eventually traveled to Rome When the fires broke out last year, I tried to help I gathered terrified locals into my boat And led many of them to safety farther along the Tiber On my seventh trip, the passenger demanded I wait for his brother But we were full to almost sinking And smoke was all around us I told him his brother would have to save himself And he tried to bribe me by placing a coin into my hand When I refused, he drew a dagger and thrust it between my ribs I woke on the banks of the river to a stranger wearing a ram headdress He said his name was Kirti And at the time I simply thought him odd It did not dawn on me until much later that he was the Kirti The ram headdress ferriman described in the book of the dead And you don't know how to choose from here This is where I belong as caretaker of the memories of my people If our ways are to be remembered, it falls to me I think if someone is to break the golden rule, it will not be me For I try to live as I always have by the command of the goddess Ma'at Do to the doer to make him do As for the punishment that will come from it I finally understand why it has long been said among my people That gold is the skin of the gods I do not know What could possibly lie beneath the underworld? Perhaps it is infinite darkness Perhaps it is the lair of Amit The devourer of souls All I know is It would be unwise to venture down there You are planning to go down there I see it in your eyes You would plunge into the depths of the duat with no way back up madness We shall see Ah, idiot Stop Stop Ah, stop Shumerskaya skrijel Nergalun is your king Ok, two skrijelis есть Ostatus, получается, одна griechiskaya This place is very much like our basin So spunk Даже не просто напоминает Это практически один в один он Просто здесь все разрушено Я так понимаю, будут сейчас уроды Позаоченные Древняя каменная табличка Не знакомец Внеем ли последним словам нам кузу Свидетельствуя о наших деяниях и оплакивая нас Мы старались жить так, как велели боги Мы вместе сажали и собирали урожай Мы делили хлеб и пиво Мы принимали каждого, кто хотел присоединиться С распростертыми объятиями, как родных Но с каждым новым человеком Узы нашей семьи становились натянутыми И вскоре мы стали чужими друг к другу И когда эти узы были окончательно разорваны Мои братья и сестры сажали только для себя Ели и пили в одиночестве И именно там, в пустом пространстве между нами Укоренился грех Дозорные нергово пробудились И бьются наши баррикады Не повторяя наших ошибок Я подумал об этом О нет Странный предмет Странный каменный предмет в форме чемодана Вероятно мы никогда уже не узнаем Для чего он был нужен Спасибо за информацию Очень прям помогло Так, еще одна ловушка Разрушенный комплекс баррикад Похоже, что шумеры пытались от чего-то защититься Ты дурак? Ты цикл хочешь перезапустить? Нет нужды доводить до насилия Выслушай меня То, что можно уничтожить правды И заслуживает уничтожения То, что ты предмет Ты хотела уничтожить Достатки святых вероятных моих людей Я не позволяю этого Многие из моих родственников Учатили большую тяжелую Для жить хорошие жизни Таким образом, что мы Душа до смерти И будем судить в соответствии Мы готовы Учатить наши сердца Сверху на скале Anubis И чтобы уничтожить Немножить в боль Прежде 42 Разве честная жизнь не цена сама по себе? Твои верования про загробную жизнь Оказались неверны Но разве важно не то, что благодаря им Ты жил честно? Если при жизни ты был честен Лишь потому, что ожидал награду Был ли ты по-настоящему честен? Неужели ты отречешься от своей доброты В самый нужный момент Просто из-за того, что тебя обманули Охренеть, Наруто терапия сработала? А как ты Да хватит трястись Как-то смог его убедить Сам не понял как, если честно Но это сработало И все В принципе нам Больше не придется заниматься И ходить в эту канализацию Потому что Да, мы все сделали Отлично Две скрыжели у меня Остается одна греческая Я зараза знаю, где она А вот Раздобыть ее Та еще проблема Сколько времени мы провели В этой пещере? Да, я справился Выборы, 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 выборы Что делать с выборами? Просто там последняя скрижаль Так Геракла в труд Собрать все четыре скрижали Тайный поклонник Греческая скрижаль Праведник Понять, как добиться избрания Блин, как его популяризировать Я не понимаю Он и так всем у меня Типа помог Ну, то есть Короче, поняли, да? Я мотивирую людей Верить в него Потому что он Разрешает проблемы Там с суицидом С снятием Эти кандидатуры Он все решает Как будто бы Сам я даю ему предмет И говорю, что делать Он такой О, о, я это сделал И вот кто-то повелся Но кто-то нет Он принес Руфию Типа лечения И этот придурок Все еще голосует Не за того О, это было уже Извините Он будет голосовать За Сентя Я могу тебя переубедить Нет Хотя он ему помог Вот Георгий Норм, чувак Вот этот, блин Придурок тоже Может быть Еще раз перезапустите Тогда он Будет знать Что это Он сделал В общем Нам больше нечего Делать И этот идиот Кстати Суицидник Тоже голосует Не в те ворота Шалом Он дал ему денег Охренеть Как фермер Так, а знаешь Что мне, кстати Не оставляет Мысли мои Золотые яйца Как бы это странно Не прозвучало Золотые яйца Золотые гусиные яйца Наверное Очень ценные Покрытые золотом Что бы я мог С ними сделать Интересно Как их обменять На что-то Очень ценное Или зачем Тогда они нужны Упс Не думал Что такой дистанции Будет достаточно Для урона Будем деньги Подбирать На случай Если все-таки Придется мне В какой-то момент Там подкупать Людей Кстати, это очень Похоже на подкуп Вот то, что у меня С Децием Или как там его Я реально забываю Каждый раз У них очень Сложные имена Вот эти греческие Которые не на слуху Или Демицы Который меня с луком Оставил Она направит себя Надо шепот еще Слушать Просто пока что Я не к этому квесту Этот тоже Он куда-то указывает Мне На яйца Указывает Могу яйца взять Обычные Теперь у меня есть И золотые И не золотые Просто не помню Мы От Руфи Избавились В этом цикле Да То есть Может быть Потом он все Сделает сам И больше людей Будут в него верить А потом останется Только перекупить Господи Где я? Останется только Перекупить Один голос Этого будет достаточно Просто здесь Женщина-женщина И как бы Женщина-женщина Вот эта дверь Меня напрягает Первый раз у меня нет идеи Что делать здесь Просто я не хочу В тупую Сейчас брать Опять все Перезапускать Галерий Что нам с тобой Делать Да Это мы поняли Делать Продолжение следует... 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 И они из этих краёв. Что ты думаешь о золотом правиле? Справедливый вопрос. Ну что ж, по крайней мере мы знаем, что богохульство не нарушает золотое правило. Это точно не сказка. Ты не знаешь, как отсюда выбраться? Может я могу помочь? Сенси, Сенси, Сенсила, почему у вас такие похожие имена? Ты реально не не из здесь, а ты? Все романские женщины называют после своих родителей. Я думаю, это их способ брендировать нас. Как корм, чтобы продать на рынке. Его семейная имена Сентия, поэтому я Сентия, потому что я младшая. И моя маленькая сестра была формально Сентия Майна. Но она очень известна как Сентила. Когда ты в последний раз её видела? Это было три месяца назад. Мы съемли нашу вечеринку вместе, и я помню, что она стала счастливой. В любви. Мы пошли в нашу комнату, я пошла спать, и когда я вверху, она умерла. Это всё. Она с кем-то встречалась? Я думаю, да, да. Но она была очень внимательна о сохранении его идентики как секретом, даже от меня. Почему? Возможно, ты как-то связана с её любовником? Я не знаю, но это было три месяца, после того, как он исчезает, и он не пришел вперёд. Это может говорить о гражданской сознании. Все, что я знаю, это, кто-то, кто-то, он ещё здесь, в городе. Ты удивительно спокойно, учитывая исчезновение собственной сестры. Просто наблюдение. Если вы должны знать, я здесь, потому что мой отец меня забрали, чтобы уйти в городе. Я не мог бы не потерять тебя, тоже, он говорит, как будто он меня любит, и не потому, что он потребляет минимум одного сына, который он может отбросить. Так, вы помогите мне найти её? Да, я же так знаю, я займусь этим, но... Фокус исчезновения. Сейчас же займусь... Кулон лежал в цистерне, не знаешь, кому он мог принадлежать? Он был на шее скелета. Даже не знаю, нет, здесь что-то не сходится. Я не понимаю, как от неё мог остаться один скелет всего через три недели. Да, он рассказывал, что наводит меня на мысль, что если это скелет Ганнибала. Ганнибала. Возможно, её кто-то похитил и теперь пытается замести следы. Сэнти, и он узнал о её тайном любовнике. Да я знаю, где она, господи! Я всё ещё веду расследование. Нет. Ой, тяжело. Типа... Давайте выясним, что же случилось с Сентилой. Я как раз хотел перезапустить цикл. Пойдём. Пойдём, посмотрим, что случилось с Сентилой. Давай. Да. Вспомню только, где... Этот... Я тут поднимусь ещё раз, неважно. Домицей, иди в жопу! Я знаю, а твари давай пока. Позвонишь. Позвоню. 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 Очень страшное существо просто вообще. Не знаю, как с ним справиться. Позвоню. Кortая. Может, мы так хотя бы ключ получим от цистерны уже. Очень странно, что они не продумали Тот факт, что я уже могу знать Где находится Синтилла Учитывая, что ее не так тяжело найти Квест мне не выполнили Я Дана Я знаю, мы это все еще не обсуждали На Вилли миллион нет Синтилла Так, остальное слишком опасно Давай попробую уговорить Это слишком опасно Давай я попробую уговорить Синтилла Уговорить Синтилла Прости, но попробовать стоит Это как задание встанет Он не отпустит ее Да, это тупо Я освобожу себя Давай сбежим вместе Давай Спасибо Теперь следу Погоди Ты слышал это? Он здесь Он должен прийти через дверь За мной Ты его дистрируй Стойте здесь И продолжайте его говорить Когда я смотрю на что-то, что я могу использовать Его нельзя убивать Тем более, он знает, что происходит Он же Что ты делал с Синтиллой? Где она? Так я тебе и скажу Помнишь мои слова? Я сломаю тебя Может у меня бы и получилось Но я предоставлю это ей Ключи! Ключи! А, он же умирает Ему нельзя умирать Это типа концовка Это первая Это все равно первая концовка Да? Ему же нельзя умирать Зараза Ему вообще никак нельзя забрать ключ Стоп, что? Тут что-то новенькое Я тебе как раз и ищу Я дан, ты знаешь, кто я Ну, диалог тот же самый Просто он нашел меня в другом месте Да Это написал другой Ты мне удалось Синтилл Теперь ты начинаешь понимать Хватит болтаться А А к виду, который использовал Синтилла Нужно только найти его Сюда, аксессор, не за мной Пойдем Ага, смотри Мы теперь можем выбраться отсюда Типа это парадокс Только в другом месте Это чуть-чуть более лучшая концовка Но тут все померли Все равно Потому что мы Закон-то нарушили Вернуться к реке Хорошая идея Ах, погода Карен Дорогая моя Да нет, получилось Сейчас подойдет Мне уже известно Что твое настоящее имя Харон Или Херти Или как ты там себя еще называешь Кто ты на самом деле? И в чем же заключается Это правда Меня нет в живых? Ну как это произошло? Да, хочу Как ты захочешь Ты уброшен Ты претензировал Ты претензировал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Зачем? Субтитры сделал DimaTorzok Ты можешь вернуть нас в мир живых? Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok